Смерть и смерть поправ, Исущим во грабе живо дарова. Христос воскресе из мертвых, Смерть и смерть поправ, Исущим во грабе живо дарова. Христос воскресе из мертвых, Смерть и смерть поправ, Исущим во грабе живо дарова. Ивангелие Таанна, 9 глава сегодняшнего евангельского чтения о слепом. И неделя называется «О слепом». И выгнали его вон, Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он, прозревший, то есть, отвечал и сказал «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Те, которые за истинное исповедание Христа подвергаются каким-либо бедствием и терпят поношение, удоставиваются за это и особенных почестей. Так было и со слепым. Изгнали его из храма, но обрел его владыка храма. Он удален был от заразительного сонмища и очутился у спасительного источника. Был обесчестен обесчестившими Христа и почтен владыкою ангелов. Вот как и вы награды за истину, так и мы, если здесь раздадим имущество, обретем там дерзновение. Если здесь дадим пособие стражущим, получим успокоение на небесах. Если потерпим поношение ради Бога, удостоимся почести и здесь, и там. Когда изгнали слепого из храма, его нашел Иисус, Евангелие, показывая, что Христос для того и шел, чтобы встретиться с ним. И смотри, чем награждает его. Первым из благ открывает себя слепому, который прежде не знал его, и включает его в число своих учеников. Но ты заметь, с какой подробностью повествует евангелист, когда Христос спросил, Ты веруешь ли в Сына Божия? Шлепой отвечает, а кто он? Он еще не знал его, хотя и получил от него исцеление. Прежде чем приступить к благодетелю, был слеп, а после исцеления влачим был теми псами. И так Христос, как некий подвигоположник, принимает его, как подвижника, много потрудившегося и увенчанного. И что говорит? Веруешь ли в Сына Божия? Что это значит? После такого состязания с иудеями, после стольких слов слепого, спрашивает, веруешь ли? Спрашивает не по неведению, но желая открыть себя и показать, что высоко ценит его веру. Столько людей, говорит, поносили меня, но я не обращаю на них никакого внимания. Об одном у меня забота, чтобы веровал ты. Лучше один, творящий волю Господня, нежели тысячи беззаконных. Аминь. Евангелие от Иоанна 9 глава. Почти вся глава. Поэтому, придя домой, найдите свободное время. Прочитайте главу и толкование под Болженом Фефилактом. Слава тебе, Боже! Слава тебе!